Это Автолига. Прямо сейчас репортаж с ралли Победы 2011. Смотрим. Генеральный спонсор группа компаний Планета Авто. Братьев Кошириных 137. Доступная мото и экстрим техника. Воровского 81. Телефон 260 98 40. АВС Моторс. Копейское шоссе 52. Телефон 245 00 45. Ралли Победы причисляется к третьей категории и является штурманским. Организаторы из года в год повторяют участникам, что главное здесь не скорость, а правильное чтение дорожной книги и схем трасс. Но некоторые спортсмены в пылу гонки об этом все же напрочь забывают. И попадают в коварные, а порой и жестокие ловушки. Протяженность дистанции более 170 километров. По пути автомобилисты должны участвовать в дополнительных состязаниях. Скоростных слаломах на асфальте, проверке знаний ПДД, а также грунтовых гонках. Сюрприз спортсменам преподнесла трасса Бойко Моторспорт. На которой финиш расположили перед крутым поворотом вправо. Череду вылетов открыл челябинский экипаж под стартовым номером 1. Дмитрий Колодкин и Дмитрий Еременко на Ауди А4. Ускорившись на последних метрах, спортсмены на полном ходу вылетели в бруствер. До этого ребята показывали прекрасное время и были фаворитами гонки. Но финиш в придорожные деревца оказался для них финалом всего соревнования. Ехать дальше машина была не в состоянии. Ошибку первопроходцев повторил следом идущий экипаж Ганеева Алексея и Максима Бычика на базовской восьмерке. Вылет с трассы парней похоже позабавил. Позитива не убавила даже скомканная левая сторона машины. За несгибаемый боевой дух экипажа номер 2 наш отдельный респект. Компанию «Литунам» чуть было не составили Липин Андрей и Горбунова Елена. А вот следующие за ними Зырянов Сергей и Мамаева Надежда, видимо, еще издалека пришли в ужас от картины грунтового побоища и продемонстрировали на трассе элементы фигурного слалома. «Кручу, кручу, кручу, педали кручу, с горы, с горы, с горы, как птица лечу». Финишировали они аккуратно, подальше от злополучной обочины. Такой финиш, как выяснилось, вовсе не ошибка организаторов, а специально подготовленный тест на внимательность. «Ну, в этом есть загвоздка, это штурманского ралли. Должен штурман знать, где карман». «То есть это фишка, грубо говоря?» «Да, это определенная фишка». А вот бодро пылит экипаж номер 6 – Ячмененко Антон и Шабанов Виталий из Новоуральска. Ребята еще не знают, что посадка будет мягкой. Прямо в насыпь. Кстати, несмотря на казус, эта команда гонку мало того, что продолжила, но еще и заняла первое место в зачете спорт. Следующий автомобиль тоже «Импреза». Аккуратно пришвартовался в обочину чуть подальше. Это Агашков Антон и Клейменов Евгений из Челябинска, выступающий под стартовым номером 7. «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль!» «Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль!» Перейдем к таблице результатов. В зачете спорт, как уже было сказано, первое место занял экипаж номер 6. В зачете стандарт лидировали Роман и Монголов и Костромин Евгений из Снежинска на Hyundai Lantra под стартовым номером 19. В зачете леди первыми стали Василенко Елена и Мария Клопова на Ford Fiesta. Улыбчивый или фан-смайли? Далее в автолиге тест-обзор.